Так, ну что ж, друзья, приветствую всех на канале Airzone Game и я решил вернуться на проект RISE, на который делал обзор в стадии ОБТ 3 месяца назад. Конечно же мне писали о том, что это ОБТ, зачем ты делаешь обзор ОБТ, ну и вот прошло 3 месяца, давайте посмотрим, что здесь поменялось. Я появился в том же месте, где и был на ОБТ, возле гостиницы. Ну и сразу же при заходе у меня вылетел звук, но это моя проблема, я перезашел и как я говорил на обзоре, место здесь появления, место появления здесь всегда разное. И вот когда я перезашел, нажал опять же таки кнопку места спавна и мне выдало вот это место. На самом деле сюда я появляюсь первый раз. Но тем не менее я говорил еще на обзоре, на своем, что здесь стоит гениальнейшее, наверное, решение, связанное со спавном игроков. Здесь три точки и каждому может выпасть абсолютно любая. Вот первый раз мне выпал отель, второй раз порт. И задания здесь тоже были разные. Давайте посмотрим, что предлагается в этом задании. А здесь нам скорее всего вообще ничего не предложится, потому что квестовую линейку я прошел, но давайте проверим. Ну и да, да. Привет, чем могу помочь? Нет, спасибо, выйти. Все. Я свою квестовую линейку прошел, ну и естественно, где бы вы ни появились, повторно уже не надо будет ее проходить. Здесь же расположен и аренда транспорта, как и Озли отеля. В общем-то, все то же самое. Но линейки у всех отличались. Я об этом говорил. На проекте сделано три точки и у каждого будет свое задание. Я бегал, например, на работу погрузчика. Ну а кто появлялся здесь, бежали, по-моему, в карьер. Ну, врать не буду, но, по-моему, так. Так, давайте арендовать транспорт и выезжать в город, так сказать, и смотреть, что же здесь изменилось с тех пор, как прошел ОБТ. Также по-прежнему нету картиночек. А я всегда говорю, что, ну, для меня, например, вот эти надписи, они практически ничего не говорят. Ну, BMX это, по-моему, велосипед. А Faga это, по-моему, или Faggio, как это направлено, это, по-моему, мопед. Ну, давайте попробуем взять вот этот вот. Да, это мопед. Было бы неплохо, если бы были картиночки. В общем-то, об этом я говорил и на ранней стадии, на ОБТ, что, ну, оформление крупное, хорошее, но картиночки не помешали бы. Надо понимать, что, ну, не все хорошо знают ГТА-шку, да, и для многих эти названия ничего не говорят. Поэтому, ну, по названию, я думаю, это не самый лучший вариант. Можно хотя бы графически нарисовать, что из себя представляет Faggio этот или BMX, что это такое. Ладно, давайте выезжать в город. Запуск двигателя выведен на кнопку Z. Тоже очень достаточно странное решение, но я не говорю, что это плохо. Это нормально. И первым рабочим занятием мы посмотрим, наверное, каменоломню, которую я показывал на своем обзоре. И там у меня был ряд претензий, например, к этому скрипту на рабочее занятие. Ну, давайте туда выдвигаться и смотреть, как оно работает и как оно устроено спустя три месяца. Ну, и подъезжая уже на саму точку, мы видим, что место расположения никаким образом не поменялось. Да в этом-то, в общем-то, не было никакой необходимости. Место выбрано достаточно антуражно. Ну, и есть оформление, которое тоже выглядит неплохо. Давайте устраиваться. Сразу же, наверное, надо сказать, что аренда дается на 10 минут. Ну, в смысле, на 10 минут, если я с него слез, да, то у меня есть 10 минут, чтобы вернуться на этот транспорт обратно. То есть, вот я встаю, да, и выскакивает менюшечка, предупреждающая, что через 10 минут транспорт исчезнет. 10 минут – это хорошее время. Но, в плюс еще скажу, что здесь на каждой ключевой точке, вот вы можете видеть, стоит еще одна точка аренды. То есть, без транспорта здесь вы не останетесь. Я об этом говорю практически на каждом проекте, где не думают о том, как будет существовать игрок, и бросают эти точки, где попало. Я имею в виду точки аренды. Здесь же они есть на каждой ключевой точке. В общем-то, с транспортом проблем нет. Так как, несмотря на то, что я был на ЗБТ, денег у меня все равно нет. По какой причине, я это рассказывал еще на стадии ОБТ в своем видео. Так что, можете перейти вот по этой ссылочке и посмотреть обзорчик. В общем-то, все то же самое на данный момент и осталось здесь. Денежков у меня нет, но мы еще попробуем заработать. Давайте устраиваться. И я говорил, что в своем обзоре, что есть, видите, две рабочие специальности. Но вот эта вот специальность, доставщик щебня, вам недоступна. Но, пожалуйста, посмотрите. Есть где-нибудь об этом информация здесь. И даже на ОБТ я говорил, что многие, подбегая сюда, нажимали доставщик щебня, бежали туда и там обламывались. Потому что доставщик щебня доступен только с третьего уровня. И вот здесь вот, в конце, после скобочек, можно было бы это дописать. После третьего уровня. Но этой информации как не было, так и нет. И я уверен, что если бы здесь были игроки, они по-прежнему обжигались вот об это вот меню. Которое поменять, ну, наверное, 10 минут займет. Но, тем не менее, этого нет. И многие, подбегая сюда, нажимают доставщик щебня и бегут туда. А там ему пишут, что нифига, пока у тебя нету третьего уровня, пошел вон. И расстроенный человек возвращается сюда. Это можно было бы исправить путем добавления сюда уровня. Например, шахтер, добыча камня, уровень такой-то. Добыча щебня, уровень такой-то. Ну, как видите, ничего здесь не меняется. Ну, что ж, устраиваемся шахтерам и пойдемте смотреть, что здесь изменилось. Так, можно узнать информацию и можно просто устроиться. Устраиваемся. Я хвалил это меню, которое вот здесь выскакивает. И приводил его в пример всем разработчикам с платформы 5M. Где есть очень непонятные скрипты, которые не мешало бы оформлять именно вот так. Вот это отличное решение. Я говорил, что здесь на проекте RISE все скрипты очень простые. Здесь, в общем-то, вот этой таблички можно было бы и не делать. Но она здесь есть и это здорово. А вот на платформе 5M зачастую ты заходишь на рабочее занятие и понятия не имеешь, что тебе предстоит сделать. И вот такая табличка на платформе 5M на большинстве скриптов просто необходима. Но ее там нету. А здесь она есть. Соглашаемся и идем на рабочее занятие. Данное помещение, где нам надо устраиваться на работу, переодеваться, я хвалил и на обзоре. Сделано все прикольненько, как-то вот атмосферно и антуражно. Также я хвалил и форму, и точку выдачи инструмента. Да, можно было бы сделать, чтобы инструмент появлялся сразу. Но здесь сделали вот так вот. Инструмент берем отдельно и в этом я не вижу ничего плохого. В принципе, выходим на улицу и видим то же, что и было на ОБТ. Непонятные блипы на камнях и какой-то просто гигантского размера маркер, указывающий вам, куда вам надо идти. Я как на ОБТ не мог понять, зачем такой огромный маркер, так я не понимаю этого и до сих пор. Что это такое? Это выглядит очень... У меня слов нет, я не знаю, как описать это, но я первый раз в жизни вижу такой огромный маркер. Они обычно раз в сто меньше. Ну, здесь вот решили сделать так. Следующие остались вот эти вот круглые блипы. Для чего они? Ну, я вам не отвечу. Наверное, не ответят и разработчики. Казалось бы, да, что он обозначает место, куда надо бить. Но ни хрена подобного. Например, подходим вот сюда вот и начинаем бить здесь. Единственное, что эта точка, этот блип обозначает сторону, в которую включится анимация. Например, смотрите. Мы заходим вот сюда вот. К этому камню, да, я поворачиваюсь в сторону дома. И сейчас, когда я нажму кнопку Е, персонаж развернется в сторону блипа. И будет анимация в том направлении. Нажимаем. Видите, он разворачивается и бьет. То есть, на самом деле, этот блип красный должен быть невидимый для нас. Но он почему-то остается в таком вот красном состоянии. Зачем, спрашивается, так сделали? Вот опять я вам, наверное, не отвечу. Да, я очень часто говорю, что вот не хватает привязки анимаций. Вот как раз здесь эта привязка анимации и есть. Но только ее можно сделать незаметной. Зачем автор сделал красный блип, непонятно. Но здесь действительно есть привязка анимаций. И даже если я подойду вот сюда, развернусь в другую сторону и нажму Е, персонаж сам разворачивается примерно в сторону этого блипа и начинается анимация. Сделано-то, в принципе, прикольно, но только надо убрать нахрен вот эту красную шнягу, то есть этот блип, эту привязку анимаций. И зачем вот эта огромная штуковина? Я даже это маркером не могу назвать. Это просто какой-то гигантомаркер, блин. Зачем? Не понимаю. Ну и далее я говорил, что, например, не вижу смысла вот в этом вот дрочеве кнопки Е. А вам действительно все время придется нажимать кнопку Е. Видите, он потихонечку разворачивается в сторону блипа. Зачем заставлять игрока дрючить кнопку Е? Действительно, для меня, например, это загадка. Я не знаю, зачем авторы это делают. Ведь можно же сделать один раз нажатие Е, да, и пускай дальше персонаж сам автоматически долбит столько, сколько нужно. И если бы на этом было все закончено, да, и не надо было бы продолжение делать, то я бы это понял. Но так как здесь вам надо ударить несколько раз по клавише Е, появляется вот такой вот булыжник в руках. И этот булыжник пешком, ни в коем случае не бегом, бег урезан, бежать я не могу. Вам нужно вот этим вот куриным шагом нести в этот домик. Плюс к тому, это все плюс к тому, что надо еще и долбиться там 7-10 раз по этому камешку. Но и на этом работа не заканчивается. Вам надо подойти вот к такой вот раковине, которая разделена на три секции. Нажать кнопку Е, и здесь мы начинаем перекладывать камешки. Кстати, такой руки раньше не было. Вот на ОБТ такой руки не было, можете посмотреть вот на моем обзоре. Кристаллы мы откладываем вправо. Не кристаллы, а какой-то рубленый камень влево. В общем-то, это единственное флеш наложение, флеш игрушка, которая есть на этом проекте. Которая мне в принципе нравится. Хотя я не любитель флеш наложений. Цикл на этом закончен. Вот почему я говорил, что не надо заставлять игрока долбить клавишу Е. Тут и так взаимодействий слишком много, слишком много для такого простого занятия. Это не какое-то прокаченное занятие, это не занятие последнего уровня. Это начальное занятие, на котором вам, к сожалению, предстоит. Давайте даже посчитаем. Раз удар. Два удар. Три удар. Четыре удар. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять ударов, и я так понимаю, еще есть какой-то рандом. Потому что с разными ударами процентовка попадается разная. Дальше опять гусиным шагом с этим булыжником идем в это помещение. Где опять начинаем перекладывать камни. То есть действий для игрока, на мой взгляд, опять же таки, на мой взгляд, действий для игрока слишком много. Вот слишком много. Сколько здесь камней, я уж не буду считать, да, но вот этих взаимодействий, перекладывания вправо-влево, тоже очень хватает. И мое мнение, что заставлять игрока манипулировать мышками, там, клавишами, не самое лучшее занятие. Потому что вы действительно заставляете игрока работать. Прямо вот действительно работать. Как, не знаю, на компьютере где-нибудь в офисе. Вот делать столько же взаимодействий. Что на самом деле очень сильно утомляет. Придя, например, с работы или с учебы, где вы и так по клавишам настучались приличное количество, да, вам еще то же самое предлагается делать в игре. Поэтому я всегда говорю и буду говорить о том, что не стоит, не стоит заставлять игрока работать в игре. Пускай он наслаждается анимациями. Вот если бы мне не надо было сейчас жмыхать эти кнопки, было бы гораздо проще. Осталось бы только перекладывание этих дурацких камней. Хотя это же, на самом деле, не самое лучшее решение. Как показывает практика, вот эти вот флеш наложения, ну, не особо заходят людям. Я не знаю ни одного топового проекта, где используют вот эти вот флеш игрушки. Не знаю. Ну, не заходит это людям. Это не особо интересно. Это похоже на развивающие детские игры. Поэтому людям, наверное, и не заходит. Ну, тем не менее, все осталось так, как было на ОБТ. В общем-то. Ну, и я как и на ОБТ, так и здесь останусь при своем мнении, что это не самое интересное занятие. Выполнено неплохо. Много взаимодействий. Имеется в виду персонажа с окружающим миром. Это и долбежка, и переноска, и промывка. Но вот если это все облегчить и сделать для игрока более простым, мне кажется, оно зайдет гораздо интереснее. Ну, а так есть, что есть. Промоем еще один камень и, наверное, будем выдвигаться на следующую точку взаимодействия с миром. То есть с рабочим занятием. Ну, а здесь все осталось так, как есть. Из изменений только появилась вот эта вот рука белая, которой на ОБТ я не помню. По-моему, ее не было. Сколько здесь манипуляций, если кому интересно, считайте сами. Но, если честно, надоедает очень быстро. Ладненько. Я еще немножко за кадром пофармлю, потому что денег на этом проекте категорически не хватает. А причину, причину, наверное, выясним чуть позже. Но поработать долго мне так и не удалось. То есть, как и на ОБТ, так и здесь, сейчас уже на релизе жрачка и жажда достает очень быстро. Очень быстро. Заходим в меню персонажа и вот, еда и вода уже у меня на нуле. Естественно, и настроение, датчик настроения тоже упал. Соответственно, заходим в инвентарь. У меня еще с прошлого раза здесь хреново тучи жратвы. Но есть я не могу. Что бы я ни нажимал, есть я не могу. Пить, соответственно, тоже я не могу. А почему? А вот хрен его знает. Но я потихоньку откисаю. Я уволился. И только тогда персонаж начал принимать пищу. Мне писали в комментариях, что ты показываешь ОБТ. Ну вот, пожалуйста, вам прошло с ОБТ 3 месяца. 3 месяца. Что поменялось? Какая разница? Показывать ОБТ или показывать релиз? Не меняется ничего. Следующее. Я уже принял пищу, но вот всего на сколько поправилась этот индикатор. Ну и воды тоже. Как и на релизе, так и сейчас я говорю то же самое. Что жрать здесь вам придется очень много. И голод, и жажда будет наступать тоже очень-очень быстро. С чем это связано, я тоже показывал. А связано это все с донатом. С тем самым донатом, который я показывал и на ОБТ, и показываю сейчас. Если не хотите постоянно бегать в магазин и постоянно жрать, покупайте VIP-пакеты, в которых будет снижение потребности в 2 раза. А в платине, давайте-ка посмотрим, что у нас в платине, то же самое, снижение потребности в 2 раза. В общем-то вот, выбираете нужный вам пакет и покупаете. Тогда вы перестанете бегать по магазинам и постоянно жрать. Ну а на данный момент, так как у меня нет VIP-ки, мне приходится постоянно жрать. А так как жрать я могу только вот в таком состоянии, то мне надо постоянно увольняться и опять устраиваться. Потому что с киркой в руках шахтер есть не может. Ну и недолго мне удалось пофармить, потому что, как вы можете заметить, голод и жажда опять меня настигли. Самый дотошный можете посмотреть в левом нижнем углу возле мини-карты есть таймер. Таймер, когда я жрал первый раз и вот сколько прошло времени, мне надо опять жрать. Опять все упало на 25 и на 46. Естественно и настроение уже упало напополам. Как и в первый раз ничего не поменялось, в общем-то я жрать не могу. Я не могу достать телефон, я не могу жрать. У меня то камень в руках, то кирка. Убрать и камень, и кирку невозможно. То есть надо бежать и увольняться. И делать это придется каждый раз, когда вы хотите что-нибудь сделать. Например, достать телефон или пожрать. Нету никакой возможности убрать из рук. То есть вот кирка или камень, руки здесь есть, нарисованы, но убрать ничего невозможно. Не убирается. Единственный выход это идти к прорабу, уволиться естественно. И только тогда вы можете взаимодействовать как с телефоном, который в общем-то вот таким вот образом выглядит баланс. У меня здесь есть 900 баксов. Такой вот телефончик, я его показывал. В общем-то не особо он функциональный, но тем не менее он есть. Ну и вот только теперь я могу принимать пищу. И это вам придется делать очень и очень часто. Сначала вам надо будет нажраться. Потом надо будет постоянно бегать, увольняться, если вы хотите жрать. Ну и третья жратва кончается очень быстро. За ней надо ездить в магазин. Я естественно пополнил себе жажду и голод в очередной раз. Ну и продукты у меня кончаются. Мне надо опять ехать забиваться в ближайший магазин этой жратвой. Деньги, которые я заработал, падают мне наличкой. Их надо положить на банк. 5700 это все, что я смог заработать за все время присутствия здесь. Нет, я не задрот, поэтому у меня нету таких больших денег. Насколько я помню, самая минимальная машина на этом проекте стоила 6 с чем-то тысяч. Грубо говоря, 6500 где-то так. Но те деньги, которые есть у меня, их да, их не хватает на покупку автомобиля. Но из них сейчас еще выйдет аренда транспорта и естественно жрачка, за которой мы сейчас и поедем. Я начинаю экономить, поэтому беру уже не за 250 долларов транспорт, а какой-то вот велосипед, который самый дешевый, за 100 баксов. На нем мы дальше и отправимся. Первым делом мы заскочим в банкомат, положим деньги. Вдруг что-то со мной случится, сгорит нахрен все. Поэтому нужно их перенести на банковский счет. Ну и второе, у меня кончается жрачка. А жрачка здесь это основополагающее. Это симулятор обжоры, поэтому мне нужно заскочить в магазин. В общем, отправляемся сначала в банкомат, а потом в магазин. Банкоматы, естественно, стандартные. Ну и посмотрим, как они выглядят. Вот таким вот образом выглядит банкомат на этом проекте. Достаточно скромненько, надо сказать. Скромненько, я думал, будет что-то более интересное. Но, в принципе, не самый плохой вариант банкоматов. Вносим денежки. Есть, видите, возможность вносить сразу заготовленную сумму. Так, на главную. Только вот нету оповещения. Я не вижу, положил я или не положил. Я нажимаю 1000. Так, внести наличные результаты операции. Операция успешна. В этот момент, видите, все вокруг мутнеет. Вот здесь есть моя сумма денег в левом нижнем углу. Но так как все замутнело, я не вижу, сколько у меня денег осталось. Так, 3600 надо запомнить, к сожалению. Почему вот этот муть? Ну, не особо я понимаю. Ладненько, 3600. Как мы нам положить сумму, которая... Так, еще раз внести. А что, я могу только ложить вот так вот, да? По 1000? То есть, внести какую-то определенную сумму я не могу? Внести наличные? Нету. Выберите необходимую сумму. Видимо, надо только так делать. По-другому я не знаю, как. Запросить, история, снять наличные платежи и переводы. Ну да, видимо, можно ложить только вот так. Чтобы узнать, сколько я положил, надо опять выйти, посмотреть. У меня осталось 645 долларов в кармане. Хватит ли мне этих денег? Понятия не имею. И еще точно так же я не имею понятия, А каким способом оплачивается, например, покупка транспорта? Пока я этого не знаю. Нужно ли мне сумму держать на банке? Или мне нужно сумму держать на кошельке? Хрен его знает. Поедем в простой магазин за продуктами, потому что у меня осталось жизни совсем чуть-чуть. Голодуха меня совсем доконала. Нужно затариться жратвой на всякий случай. Магазин я выбрал, естественно, ближайший. Который был рядом с карьером. 10 минут. За 10 минут надо уложиться. На самом деле таймер в 10 минут. Достаточно толковый таймер. В 10 минут можно здесь не только затариться, еще и пожрать и, в общем-то, выполнить много действий. 10 минут это нормально. Я видел проекты, где дается всего 1 минута. Ну и вот меню магазина, которое, кстати, я хвалил и остаюсь при своем мнении. Очень здорово сделано. Красивое менюшка, большая, цветная. Все доступно. То, что мне не нравится, это стоимость товаров. 130 долларов, 100 долларов, 140 долларов, 125. Только что мы были на самой дорогооплачиваемой работе, где за одну ходку, которую я вам показал, идете на камень, бьете по камню порядка 9 раз, берете камень, пешком идете обратно в это здание, там перекладываете, 17 движений делаете и возвращаетесь обратно. Вот за такой цикл вы получаете как раз таки 130 долларов. То есть зарабатываете на одну вот такую вот шавуху. Ну или на такой вот гамбургер. Как я и говорил, жрать придется много. Из того заработка, который вы заработаете, смело вы считаете где-то примерно косарь, потому что я уже показал, жрать и пить вам придется очень много. В том случае, если вы не задонатили. Разработчики сделали все, чтобы вы здесь себя чувствовали некомфортно в плане еды и постоянно бегали и забивали себе карманы жрачкой. Постоянно жрали. Я, как вы видите, уже откисаю, потому что, ну, мне надо жрать. Надо покупать. Калорийная ценность какая-то. Ну, я не знаю, что здесь, сколько пополняет вам запаса еды. Не знаю. Я беру по цене. То, что дороже, то, значит, наверное, пополняется больше. Ну, вот возьмем, наверное, вот такой гамбургер. Из напитков, естественно. Вода. Больше нам ничего не доступно. А, ну, вот еще можно кофе дешевое взять. Есть кола за 95, да. Вот тоже положим в корзину. Наверное. Так, оплата. Оплата, видимо, есть только... Сейчас мы узнаем. Сейчас мы это узнаем. По-моему, здесь есть двойная оплата. Так, спутника этого мы возьмем две. Ну, а гамбургер у меня не так много денег. Так, купить. И нам предлагается наличная или карта. Берем наличными. Оплата проведена успешно. Замечательно. Все, теперь у меня на ближайшее время есть жратва. Можем ехать. Но у меня нету жизни. То есть у меня совсем кропаль. Голод меня доконал. Смогу ли я себя вылечить? Давайте смотреть. Аптечка, которая стоит 650. Ну, ложим ее в корзину. Естественно, купить. Ну, и здесь уже за карту. Потому что налички у меня столько нету. Сейчас попробуем вылечить себя. Не думаю я, что это получится. На самом деле не знаю. Так, использовать. Он начал мотаться. Да, пошла анимация. Кстати, неплохо сделана анимация. Да, я вылечил себя. И эту сумму тоже можете себе смело забить. На открытии на ОБТ я говорил, что вокруг валялись люди. Мертвые люди, которые просто не рассчитывали на то, что голод и жажда будет наступать так часто и так быстро, что они будут откисать. Много валялось, особенно на первых рабочих занятиях, по первой точке квеста. Много ли валялось людей, которые откисли от жажды или от голода. Поэтому смело туда, в эту сумму, можете себе приписывать еще и аптечку, которая все-таки вам понадобится. Ладненько, в очередной раз дожравшись и урезав свою заработную плату, потому что задротил я сейчас приличное время, заработал какое-то количество денег, но жратва, аптечка у меня половину отняла. Теперь мы едем в город. С транспортом здесь я уже показал, да, можно брать мопед за 250 долларов, который сложно будет заработать. Но я в целях экономии взял велосипед и отправляюсь в город смотреть следующее рабочее занятие, которое я, в общем-то, уже показывал. Одним из следующих рабочих занятий, которые я показывал на обзоре и которые посмотрим сейчас, это работа на строительной площадке. Специальности, которые здесь представлены, наверное, можно смело сказать, что к работе строителя никакого отношения не имеет. Здесь какие-то разнорабочие, наверное, назовем это так. Об этом, в общем-то, говорится и на карте. Кстати, эту систему я хвалил и на обзоре ОБТ, и сейчас об этом скажу, что это здорово сделано. Опять, наверное, надо привести примеры платформы 5М, где все очень неинтуитивно. И там я всегда говорил, что примерно этого и не хватает. И вот здесь разработчики сделали, видите, в левом верхнем углу карты, просто карты, где вы выбираете метку, вам загорается минимальный уровень нулевой. То есть, с самого нуля можно здесь заниматься. И даже краткое описание того, чем вам надо здесь заниматься. Как я и сказал, видите, разнорабочие. Ну, скорее всего, так оно и есть, потому что строительных специальностей здесь я не увидел. Здесь какие-то действительно разнорабочие, наверное. Кроме одного, сварщика. Но до него мы не доберемся, потому что сварщик надо прокачивать. Но если кому интересно, можете посмотреть по этой вот ссылочке обзор данного проекта в стадии ОБТ. Хотя еще раз скажу, что ничего не поменялось. Устраиваемся, естественно, так же, как и везде у прораба. Так, нажимаем. Ну и вот одни специальности, которые здесь есть. Заливка бетона происходит абсолютно не строительным путем. Уборка мусора к строительству отношения не имеет. Уборка инструмента к строительству отношения не имеет. Ну и я сварщик, как я и говорил. Ну что за название такое? Я сварщик. Хрен его знает. Я сварщик. Ну, до сварщика мы не доживем, наверное. Но попробуем. Так, уборка мусора. Нажимаем. Появляется, естественно, форма. Нажимаем выйти. И опять окно, повещающее нас о том, что нам надо делать на этом проекте. Еще раз скажу, здорово придумано. Этого не хватает, может быть, большинству проектов, где действительно есть сложные скрипты, в которых не разобраться. И там не мешало бы вот такое вот всплывающее окошко, которое разъясняет вам, что вам надо сделать. По сути, здесь оно не нужно. Нажимаем «Я понял» и двигаемся к рабочему месту. Про скрипты, которые присутствуют на этом проекте, я говорил еще на обзоре, что они банальные. Банальные, наверное, за исключением каменоломщика, вот этой работы, которая находится в карьере, на которой мы только что были. Она более-менее какая-то, более настроенная, более какая-то насыщенная какими-то анимациями. Ну, а остальное, то, что мы сейчас увидим, это, на мой взгляд, полная банальщина. И, ну, в общем, сейчас начнется экшен, про который я говорил и на обзоре, и я вижу, что ничего не поменялось. Что же нам надо сделать? Нам надо подойти вот на эту кучу, взять мешок без анимации, мешок просто появляется, и дальше пешком, вот в такой вот манере, нам надо проследовать на ту точку, где мы только что устраивались. И еще на ОБТ я говорил, что хуже, чем вот это, я не знаю, что может быть. Бежать вы не можете, бег урезан. И я говорил и на обзоре, и, в принципе, придерживаюсь этого мнения, что да, бег на строительной площадке можно убирать. Можно, но надо эту строительную площадку оптимизировать под рабочее занятие. Когда вы приходите на какой-то проект и видите, как постройки бегают, как ужаленные мыши люди, это выглядит глупо. Да, по поводу урезки бега я соглашусь, но не на такие же дистанции. Видите, сколько мне надо пройти. Я вот на самом деле сейчас говорю, иду весь этот маршрут, и что-то проговариваю, и мне даже на самом деле не хватает уже информации, какую бы до вас донести, потому что ходить надо очень и очень долго. Как это выглядит, вы сейчас видите. Ну, скажите честно сами себе, интересно ли вот этим заниматься? Мы принесли мешок. Можете даже, кому интересно, 64 доллара, кстати, нам заплатили. Дальше можно бежать. После того, как вы выбросили мешок, бежать можно. Но вот с мешком вы бежать не можете. Почему же, например, нельзя было поставить здесь какую-нибудь мусорную машину, например, да, вот в районе вот этих вот, где заканчивается вот эта вот арматура, где-нибудь здесь, возле арки, поставить какую-нибудь мусорную машину, может быть, даже с заведенным мотором и какого-нибудь неписи рядом для антуража. Все. Вот я считаю, что вот такое вот расстояние, это максимум, что должно происходить на этой строительной площадке. Но разработчики по-прежнему гнут свою ветку и считают, что, наверное, вот это вот рабочее занятие очень интересное. Здесь вот такой экшен вам надо будет наблюдать, ну, если вы хотите заработать, ну, наверное, часами. Хотя, как показывает практика, и как вы можете сейчас заметить, я здесь один. Да и онлайн у этого проекта тоже оставляет желать лучшего. Нет, конечно же, нет. Не из-за этого рабочего занятия, а из-за комплекса, целого комплекса скриптов, которые сделаны вот таким вот, ну, просто мега, мега нудным образом. Вот эта ходьба, она, наверное, может убить, ну, любого игрока. По крайней мере, я не могу долго на этом находиться. Ну, вот какой интерес ходить вот такое вот расстояние. Смотреть на одного и того же персонажа, на одну и ту же локацию без каких-либо анимаций. Просто ходьба, 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 ходьба. Я не знаю. Попробовал бы разработчик сам поиграть, ну, хотя бы часика два, вот в то, что он предлагает игрокам, которые заходят на его проект. Тогда бы, наверное, все стало на свои места. Это самое худшее рабочее занятие из всех, которые я видел. Хуже я не знаю, что еще можно было бы придумать. Ну, если еще только урезать и ходьбу, вот, может быть, тогда стало бы еще хуже. Но вы сейчас все видите. Вот я хожу, хожу, хожу и хожу. Интересно ли это вам? Ну, если интересно, то это проект РАЙС. Заходите и получайте удовольствие. Ну, а я же уволился и устраиваемся на другую рабочую профессию заливка бетона, которая находится, естественно, на этой же строительной площадке, но только выглядит немножко по-другому. Здесь стоят вот такие вот, я бы сказал, непрофессиональные миксеры, с которыми нам надо будет взаимодействовать. Вот этот миксер и вот этот маркер, куда нам надо подойти. Нажимаем Е и у нас появляется ведро. Далее несколько точек, которые нам нужно посетить. Я еще и на обзоре говорил, что ну не имеет смысла и урезать, наверное, все-таки с такими дистанциями бег и менять геометрическое положение рабочих точек. А здесь, как вы видите, нужно подниматься на этажи. Ну, если говорить о реализме, то заливка бетона таким образом может происходить только на каком-нибудь дачном участке. На строительной же площадке заливать бетон ведрами можно при одном условии, если ты шизик. Ну и вот поднявшись на второй этаж, мы приступаем к выполнению задач, поставленных перед нами. Как и на профессии, которую я показывал в шахте, так и здесь представлена мини-игра флешка. Это флеш наложение, которое накладывается поверх экрана. Вот таким вот образом мы заливаем бетон. Как я и сказал, ну, хрен его знает, что это из себя представляет. На самом деле, это один из простейших способов заменить нормальные рабочие скрипты на вот такую вот херобору с флеш наложением. Здесь не нужно париться с скриптовой базой, хотя писать скрипт все равно нужно. Хотя бы минимальный, да? Точка взаимодействия, срабатывание триггера, все равно все это нужно. Но это самое простое. Ну и на этой вот простоте разработчики данного проекта, наверное, и хотят выехать. Не знаю, как я и говорил, что любителей вот такой вот хероборы, ну, не очень много. Как показывает практика, ну, не нравится людям вот это вот то, что вы сейчас видите. Не нравится. Но есть и любители, но их очень мало. Тем не менее, данное рабочее занятие представлено вот в таком виде. Ну и уж, как говорится, welcome заниматься вот этим, что я сейчас показываю. Интересно ли? Лично мне? Нет. Абсолютно нет. Похоже ли это на работу строителя? Как я и сказал, ну, никак не похоже. Не заливаются ведрами в промышленных масштабах на строительных площадках бетон. Что-то подлить еще где-то. Да я даже не знаю, что можно где-то подлить ведром с такой вот бетонной мешалкой. Не знаю. Не знаю. Работая на стройке, я такое себе представить не могу. Где-то у себя на даче, наверное, да, можно заниматься вот такой вот хренью. Ну и второе, что хотелось бы сказать, что это вот разброс точек. Здесь вообще у автора какие-то проблемы с пробегами. Не знаю. На любое рабочее занятие, куда бы мы ни пришли, огромные дистанции. Просто огромные дистанции. Ну и здесь то же самое. Меняем положение с первого этажа на второй, со второго на первый. И так везде. Самое печальное рабочее занятие на этой строительной площадке это сварщик, до которого, наверное, я все-таки не смогу докачаться. Но посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Ну а пока вот такое вот рабочее занятие. И как и все рабочие занятия на этом проекте, они достаточно банальные. Точка А, точка Б, флеш наложения. Точка А, точка Б, флеш наложения. Из интересных профессий я даже не знаю, что вам здесь и показать. Следующее рабочее занятие тоже не отличается какой-то гениальностью или каким-то исполнением. Сборщик инструмента. Опять, к строительной профессии никакого отношения не имеет. Скорее всего, это разнорабочие, которых, ну, лично я на стройках не встречал. Каждый убирает свой инструмент сам. Здесь авторы, ну, я бы не сказал, что покреативничали, просто высосали из пальца какую-то специальность, которая выглядит вот таким вот образом, которую вы сейчас видите. Мы ходим, подбираем инструмент. Три инструмента нам надо подобрать, модельки которых разбросаны везде на полу. Подобрав три инструмента, выбираем один из четырех ящиков, которые есть на каждом этаже. Ну, и все. Взаимодействуем с этим ящиком. Кстати говоря, взаимодействие с ящиком тоже не самое простое. Вот видите, только когда вы наводите курсор на ящик. То есть, здесь нет как такового триггера. Здесь срабатывает курсор. Курсор наводится на ящик, кнопка загорается. Курсор отводим, кнопка гаснет. Нажимаем Е, и все. Мы убрали инструмент. Ни анимации, ни инструмента, естественно, мы больше не видим. Ну, и дальше пошли собирать по новой. Опять, если говорить о реализме того, что мы видим, то, ну, это глупость какая-то. Действительно, глупость. Такой профессии, я думаю, не может существовать в принципе. Ну, а мы говорим сейчас об игровой специальности, поэтому в игре такая специальность в принципе может быть. Но, интересно ли она? вот тут я бы, наверное, поспорил. Ходьба от точки до точки, а в общем-то, здесь весь проект, это ходьба от точки до точки, без каких-либо интересных анимаций, такое себе занятие. Ну, и наконец, работа, которая называется Я сварщик. Про то, как написано, я говорил и на ОБТ, но, в общем-то, ничего здесь не меняется. Что за название Я сварщик, ну, вот хрен его знает. Ну, и вот, начинается эта работа. Что на ОБТ, что сейчас я буду говорить одно и то же. В общем-то, ну, а что еще можно сказать про профессию, которая опять никаким образом не относится к сварочным работам. Сварщик должен быть и одет по-другому, ну, ладно, к одежде придираться не будем. Но сварщик не бегает по стройке. Ну, хотя бы в причину того, что у него оборудование не позволяет бегать по стройке. Да и работы такой не бывает. Приварить там, приварить здесь. Ну, а если опять говорить о специальности, которая находится здесь, на игровом проекте, не в реальности, то это чушь еще та. Бегать по этой строительной площадке вам придется, ну, наверное, больше, чем на любом другом рабочем занятии. Какое отношение это имеет к сварщику? Да вот хрен его знает. Но точки разбросаны на разных этажах, а строительная площадка очень и очень неудобная. Само же рабочее занятие выполнено опять с помощью флеш-наложения. Перед нами вот такая вот пластина. Хотя в описании написано найдите колонну и приварите. Но здесь не колонна, здесь антураж какой-то совсем другой. Следующее, что нам надо сделать, это навести курсор вот на эту зеленую точку. зажимаем левую кнопку мыши и нельзя выводить курсор с этого желтого огонька. Чем точнее вы ведете, тем будет проще. Как только курсор соскочит, флеш-наложение выключится. Ну, а дальше, как я и говорил, беготня по строительной площадке. Слава богу, что здесь еще хоть не урезали бег, но все равно бегать вам придется очень много. И на самом деле, вот эти точки, которые посещаю я сейчас, это мне еще повезло. Когда выпадает точка вот эта, на которую я бегу сейчас, а следующая на другом конце стройки, на другом, на самом высоком этаже, вот тут начинается веселье. Ну и опять начинаем варить. После того, как сварили, вот как раз то, о чем я говорил. Видите, следующая точка даже не помещается на мини-карте. Надо бежать абсолютно в другой конец этой стройки. Но это еще хотя бы на одном и том же уровне. Хотя уровни здесь такое себе понятие. Все равно уровень менять придется. Но когда точка выпадает с пятого этажа на первый, да еще в другом конце строительной площадки, вот тут начинается веселье. Тут вы начинаете понимать, что такое работа сварщика. Как я в самом начале и сказал, что ни одна рабочая специальность здесь не похожа на работу строителя. Но где вы увидите сварщика, бегающего от одного конца стройки до другого? Почему не сделать все это в одной плоскости? Ну что мешает поиграться с экономикой? Можно ведь сделать, чтобы сварщик подошел к точке, сварил и дальше подошел к следующей колонне. Как это было когда-то сделано на Детнете. Сварил здесь, перешел к следующей колонне. Сварил здесь, перешел к следующей колонне. Это сделает игру более адекватной и интересной для игрока. Посмотрите опять точку на миникарте, куда мне надо бежать. Что это за идиотизм? Вот что это за идиотизм? И мне все равно придется менять уровни, потому что этот корпус совсем другой, а мне нужно перебежать в другой корпус. Прямой дороги нету. Мне все равно надо либо наверх бежать, либо вниз и опять менять положение. вернусь к работе сварщика на Детнете, которая была завязана только на анимации и которая была в пошаговой доступности. На Детнете нужно было ходить от одной колонны к другой. Это более адекватно и это более похоже на работу сварщика. Примерно так сварщик и работает на строительной площадке, но он не бегает по уровням, по этажам и по разным корпусам. Ну а если говорить о игровой рабочей специальности, да, мы в игре, мы не в реальности. Зачем гонять игрока вот такими пробежками? Если вам кажется, что это будет слишком дорого, ну поиграйте с экономикой. Пускай эта точка стоит, допустим, не 100 долларов, а 50, но она будет находиться где-то здесь рядом. Поиграйте с длительностью сварки. Можно много, много рычагов воздействия на то, чтобы игроку было интереснее. Вот эта беготня, которую я вам сейчас показываю, она просто выбивает вот из колеи. Я не знаю, как на это реагировать. Мне неинтересно бегать через всю строительную площадку. Кстати, ни хрена мне не повезло, как видите. Надо все-таки менять уровень. Здесь есть пробег, слава богу, но уровень надо все равно менять. Поэтому я и говорил, что это не похоже на строительные работы. Где уровень? Вот я даже не знаю, как туда бежать. И вам придется петлять, петлять, петлять вот по этим строительным площадкам. И я уверяю вас, сейчас мы поднимемся на верхний этаж и следующая точка выпадет вот в том корпусе, который я сейчас показываю, на первом этаже. Скорее всего, это будет так. Я этой мазью уже мазался. И про это я и говорил на обзоре на ОБТ. Ну и да, как я и сказал, видите, точка загорается совсем в другом корпусе. На нее вообще можно смотреть через большую карту. Даже проще будет смотреть на нее через большую карту. напрямую мы не пробежим. Все равно придется менять этажи. Здесь спуститься ниже, там подняться выше. Короче, вот такая вот идиотская рабочая специальность, которая здесь представлена. Я не знаю, может быть найдется человек, который скажет, что ему это нравится. Я говорю только свое мнение. Я считаю, что это бред сумасшедшего. Поэтому задерживаться здесь я тоже не намерен. увольняемся и идем на следующее рабочее занятие. А про это больше говорить нечего. Я считаю, что это самый неудачный набор рабочих специальностей, которые не подходят ни по смыслу, ни по геймплею. Скукота, неинтересно, банально и все в этом духе. Зачем автор делает такие пробеги? Зачем автор тормозит геймплей игрока? Для меня остается загадкой. Действительно, я не могу этого понять. Куда бы мы ни пришли, везде автор этого проекта заставляет нас долго и тугомотно смотреть на своего персонажа, как он ходит, передвигается от точки А до точки Б. Ну что ж, для вас, наверное, пролетело несколько секунд, а для меня пролетело несколько часов. Я успел и пофармить, и позаниматься своими делами. После чего отправился на работу водителя автобуса. Выглядит это вот таким вот образом, ну и находится в стандартном месте. Никакой точки трудоустройства нету, просто подходим и пытаемся взять в аренду автобус. Хотите поработать водителем автобуса? Для аренды вам требуется 500 долларов и водительское удостоверение. Вот не знаю, какое водительское удостоверение нужно. У меня есть только категория Б, потому что я сдавал на легковушку. Бамс, прокатило. Как всегда, окошко, напоминающее вам, что нужно сделать на этом рабочем занятии. Ну и выдвигаемся. Маршрут уже проложен. Выбора маршрута нету, маршрут есть такой, какой он есть. Автобусы тоже стандартные. Заводим, ну и в путь. Что именно сказать про это рабочее занятие, наверное, даже и не знаю. Вряд ли что-то могут сделать более-менее интересное. пока я вижу только странного вида маркеры. Ну, не то, чтобы они прямо уж очень странные, но они необычные. Обычные маркеры расположены на земле, а такие маркеры обычно используют, если есть какая-то летная техника, например, и подвешиваются в воздухе. Ну, а здесь это выполнено вот таким вот видом. Это, я так думаю, остановка. Да, это остановка. Нужно подождать 10 секунд, а затем продолжить движение. Естественно, ориентиром будет нам загоревшийся маркер. Все, он загорелся, и мы едем дальше. В общем-то, вот и вся работа. Еще на обзоре, когда было это ОБТ, я не показывал это рабочее занятие именно из-за того, что показывать-то здесь и нечего. Работа водителя автобуса, она самая скучная и банальная. И не на этом проекте, она везде такая. На какой бы проект вы не зашли, ничего интересного в работе водителя автобуса вы не увидите. На некоторых серверах ставят открывание дверей, я это тоже показывал. На каких-то серверах добавляют ботов, которые входят и выходят из автобуса, но здесь нету ни того, ни другого, здесь вот такое самое упрощенное занятие езда по точкам. и это не могу отнести к минусу данного сервера, потому что, как я и сказал, на всех серверах, куда бы мы ни зашли, плюс-минус, но это одно и то же. Ну вот, друзья, подходит к концу мой маршрут, я сделал два рейса. Как вы можете заметить, я проезжаю мимо автовокзала, но как таковой конечной остановки здесь нету. маршрут предлагается продолжить дальше, горит маркер, но вы можете закончить, я на это надеюсь. Как таковой конечной точки нету, маршрут зациклен и вы можете гонять до бесконечности по кругу. А вот как происходит увольнение и сколько я заработаю, на самом деле мне интересно самому. В прошлый раз я не ездил и не знаю, как это работает. Пробуем уволиться. Да, мне предлагается уволиться. Я и у меня появляется 2989 долларов. Упоминаний об этом, как вы видите, никаких нету. Просто вы должны помнить, сколько у вас было и сколько стало. Никаких всплывающих окошечек не было. Ну, тем не менее, я отбил свои 500 долларов и заработал еще полторы. Ну, примерно. Все это примерно, потому что я не запоминал. Была у меня какая-то денежка, я 500 долларов потратил на аренду, и вот теперь в результате у меня 2989 долларов. В принципе, как заработок, ну, наверное, неплохо. Сказать, сколько именно ты зарабатываешь, я не могу. Я сделал два круга. Начинается все вот отсюда, вот с этой скамеечки, которая у меня над головой, и делаешь круг вокруг Лос-Антоса, возвращаешься, и таких кругов я сделал два. Ну, и сколько я заработал у вас на экранах? 2900. В принципе, неплохо. Все, что могу сказать про эту работу. В остальном, конечно же, скукотища. Как я и предупреждал, работа водителя, поэтому я ее никогда и не показываю, работа водителя автобуса самая скучная. Но на этом проекте она не самая скучная. Я уже показал работу на строительной площадке, вот там реально скукота. Поэтому, как вариант, покататься на автобусе. Автобус доступен со второго уровня. Об этом вы можете узнать, нажав Escape, карту, наводимся на автобус, и загорается табличка. Минимальный уровень 2. Вокзалов есть 3 штуки. Два рядышком, и один где-то в стороне на отшибе. Поэтому, выбираем любой, и катаемся. В общем, вот такой вот. И на любом другом проекте я бы сказал, что это самая скучная. Но это действительно самая скучная профессия, потому что надо ездить по точкам, на каждой точке, на каждой остановке надо стоять по 10, где-то по 15, где-то по 5 секунд. Где-то бывает открываются двери, где-то бывает добавляют ботов. Но в принципе это очень скучно. Одна кнопка W, иногда повороты. Ну, очень скучно. Но на этом проекте, повторюсь, это вообще не скучное занятие, потому что если хотите увидеть скучное, зайдите и устроитесь уборщиком мусора, или сборщиком инструментов, или сварщиком, кого угодно. Вот там будет полная скукота. Ну, а здесь вроде бы как и даже и ничего для этого проекта. Давайте двигаться дальше. Ну, а чтобы нам двигаться дальше, что нам надо сделать? А правильно, нам надо пожрать, потому что опять все упало в нулину. Опять симулятор жрачки в своей красе. Ну, что ж, опять начинаем жрать, и соответственно по пути мне нужно будет забежать куда-нибудь опять набить свои карманы какой-то жратвой. Еще расскажу, что симулятор жрачки здесь развит прямо вот на полный 100%. Как уже и говорил и на обзоре ОБТ, и сейчас это скажу, здесь все зависит от доната. Будете донатить, это потребление у вас уменьшится в два раза. Не будете донатить, будете, как я, бегать по магазинам и постоянно жрать, жрать, жрать и жрать, забивать себе карманы этой жратвой. Ладно, пожрали, пошли дальше на следующее рабочее занятие. Но перед тем, как посмотреть еще какое-нибудь рабочее занятие, давайте зайдем в автосалон, который есть на этом проекте. Мы первым делом посетим автосалон, который не самый бедный на самом деле, хоть и расположен вот в этой вот точке. Это автосалон комфорт класса. Есть еще и эконом, вот здесь, куда мы потом отправимся, в эконом класс. Посмотрим вот этот. Рядом же находится еще один автосалон спорткаров, но туда мы уже даже и не пойдем. Посмотрим средний сегмент автомобилей на этом проекте. По заработкам я вам все показал. Сколько где зарабатывать. Самая дорогая работа это на шахте 136 долларов за одну ходку. Как выглядит ходка вы видели. Сколько зарабатывается на автобусе я тоже показал. Правда не могу сказать за какое время, за сколько остановок, нету никакой информации. Все остальное вы видели. Где-то 5 долларов, где-то 50 долларов. В общем вот такие вот заработки. я скажу что здесь я нахожусь уже достаточно давно. Не знаю можно ли ну у меня второй уровень. До третьего уровня мне еще надо играть час. Какой-то еще информации я о себе здесь не нашел. Не могу вам дать точную информацию сколько я здесь играю. Так достижения нет никакой информации честно вам сказать не покажу. На хрен его знает сколько я здесь уже провел времени. Не подскажу. Нет такой информации. Но здесь я уже приличное время захожу периодически пытаюсь прокачаться чтобы снять вот этот вот небольшой видеофрагмент по этому серверу. В общем у меня второй уровень и я уже много чем здесь позанимался. Тем не менее денег у меня все равно нету. С горем пополам я заработал какую-то десятку. Ну и давайте посмотрим могу ли я что-нибудь себе купить. Заметьте кстати как выполнен автосалон. Мы подходим к двери и переходим вот в это вот помещение. То есть а все здесь же и происходит. В общем-то почему нельзя было поставить метку в самом автосалоне ну бог с ним. Ну а далее вы видите средняя машинка на этом проекте стоит дешевая 100 тысяч. А вот моя цена. И да конечно же я не такой задрот я не прокачался там до 48 уровня у меня всего лишь второй уровень но тем не менее я смог заработать только вот эту вот сумму вот вы ее видите кстати то что вы ее видите это плюс не на каждом проекте есть такая возможность увидеть свою сумму денег и на карте и наличке в основном заходишь и думаешь сколько же у тебя денег надо выйти посмотреть сколько денег опять зайти в автосалон здесь вся информация представлена да и вообще надо сказать что автосалон выполнен это неплохо да то есть ну да интерьерчик странно подобран я почему-то телепортируюсь возле двери в этот же автосалон хотя можно было его поставить где-нибудь здесь я имею ввиду синий маркер на который я зашел ну и вот таким вот образом выглядят машинки машинки стоят почему-то в белом цвете ну в общем-то можно выбрать свой цвет есть двойной цвет да вот выберем второй например какой-нибудь зеленый чтобы мы его хорошо видели ну и дальше листаем и смотрим да цвета которые вы выбрали как видите сохраняются я хвалил этот автосалон еще и на ОБТ ну не то чтобы хвалил я просто говорил что ну салон-то сделал неплохо да машинка движется плавно хороший выбор цветов плавное переключение есть информация багажник например да 45 слотов объем бака скоростные характеристики показаны да вроде бы нету сортировка кстати есть какая-никакая да вот можно сортировать все марки вот представленные здесь ну или листаем снизу в общем-то как я и сказал по-моему еще на обзоре ОБТ скромненько но со вкусом претензий в принципе нету единственная претензия наверное по ценам с такой экономикой и с такой прожорливостью персонажа я не знаю что надо сделать сколько надо существовать на этом проекте чтобы заработать вот эту вот сумму по крайней мере в гражданских работах первоначальных об этом можно наверное даже и не мечтать поэтому мы сейчас отправимся в автосалон эконом-класса это для нас неподъемные деньги ну а вот перед нами автосалон эконом-класса в общем-то его я и показывал на ОБТ этого проекта ничего я думаю не поменялось давайте заходить и смотреть ну и да интерьерчика у этого автосалона нету выведено все на улицу как показывал я на ОБТ так и сейчас все точно так же плавное движение автомобилей в общем-то все работает очень-очень хорошо смотрим по ценам 6000 минимальная машина вот эта вот машинка самая дешевая на этом проекте дальше 7 8 9 10 до этого момента я бегал пешком ездил на велосипеде гонял на мопеде бегал от точки точки аренды ну и вот сейчас будем покупать первую машину спустя хренолеон времени потраченный на этом проекте первый автомобиль на этом проекте да только радости особой у меня нету потому что ну а дальше мне показать то вам даже и нечего ну во первых это стандартный автомобиль чтобы купить какой-то уникальный ну тут я вам показал да какие цены и сколько здесь надо просидеть на этом проекте чтобы приобрести какой-то автомобиль из реала или более-менее крутой дальше я думал что я смогу показать вам еще раз профессию перевозчика щебня которая находится там же в карьере который я вам показывал вот здесь в карьере есть две работы одну из них я вам показал а еще здесь есть перевозчик щебня найти информацию об этой работе и об остальных можно вот здесь вот в менюшке на букву б выведено автомеханик тоже со второго уровня второй уровень у меня есть водитель автобуса я вам показал газонокосильщик но есть ли смысл его показывать дальше дальнобойщик идет с восьмого и с десятого уровня инкассатор идет с пятого и седьмого уровня каменоловню я вам показал а вот доставщик щебня идет с четвертого уровня а у меня всего лишь второй стройку я вам всю показал ну а если смысл показывать еще и такси таким образом купив машину я понял что мне больше показывать то вам и нечего я все что смог показал все более-менее денежное откроется после пятого седьмого восьмого уровня там уже идет инкассатор и дальнобойщик про который я рассказывал еще на ОБТ когда первый раз этот проект вышел вот инкассация пятый уровень нужен ну и дальнобойщики вот так вот это выглядит и нужен восьмой уровень там же в своем обзоре я говорил читайте внимательно работа малогабаритный дальнобойщик что такое малогабаритный дальнобойщик да это просто безграмотная надпись дальнобойщик малогабаритным или крупногабаритным быть не может так может охарактеризоваться перевозка крупногабаритные перевозки или малогабаритные перевозки а дальнобойщик это профессия дальнобойщик это человек и человек не может быть малогабаритным или крупногабаритным но на это внимание на этом проекте не обращают вот пожалуйста работа крупногабаритный дальнобойщик крупногабаритный дальнобойщик а бывает крупногабаритный водитель троллейбуса например или малогабаритный водитель троллейбуса но очередная глупость которую так и не поменяли также здесь есть название которое показывал я сварщик профессия называется я сварщик такое впечатление что название для рабочих занятий придумывал ребенок в общем вот такая вот ситуация ну и следующее да вот есть работа газонокосильщика которая находится вот здесь если смысл ее показывать и вообще если взять вот эти все рабочие занятия то наверное несложно заметить что это просто control c control в с такого проекта как redage на redage есть все те же самые занятия и даже расположены они примерно также разработчики данного проекта даже не задумывались о том что сам проект redage очень старый и все эти рабочие занятия всем уже изрядно надоели да еще беда того самого проекта redage что его слили в интернет и каждый считающий себя разработчиком в свое время открывал эти рыдаки ворованные рыдаки естественно тем самым эти рабочие занятия были замызганы в хлам и до данный момент никого не удивишь не инкассатором не дальнобойщиком не водителем автобуса не газонокосильщиком все то же самое что было на рыдаки отличие только в строительстве вот на рыдаке нет строителей но работу строителей я вам показал более нудные работы я не видел но еще одна добавлена это вот здесь на каменоломнях некий шахтер до каменоломня вот тоже работу эту я показал а больше показать то мне здесь вам и нечего пугать вас ценами данную нету смысла если кому интересно зайдите и посмотрите я показал цены в автосалонах поверьте они в остальном не очень отличаются любителей любителям задонатить здесь тоже есть простору во первых если будете донатить у вас будет не так часто появляться жажда и голод ну а вот вам пожалуйста на все что здесь предлагается один рси равен 100 долларов ну курс на обмен видите да ну и вот скидки 100 тысяч рублей 50 тысяч рублей боже мой какие цены 100 тысяч рублей 50 тысяч рублей кто-нибудь будет здесь этим заниматься мне самому интересно посмотреть на этого человека который будет здесь тратить 100 тысяч рублей хотя и такие есть опять меня посещается жажда и уже подкрадывается голод ну а больше тратите ни деньги не время на этом проекте на эту жажду и голод у меня нету никакого желания когда вышло мое видео мне писали что зачем ты снимаешь обт после обт будет релиз там все поменяется на этом проекте поменялось только одно убрали забор на работе погрузчика на который я говорил все остальное осталось ровно так же и в ровно с теми же настройками ничего здесь не поменялось не знаю если смысл открывать проект такими же рабочими занятиями какие были на рыдаке который сейчас уже закрылась и стоит на продаже которых до просторах интернета хреново тучи есть бонусники рыдакой с тем же набором рабочих занятий не знаю если смысл открывать сервер с тем же набором работ да еще с таким жутким донатом может быть поэтому здесь и вот такой вот онлайн ну и в целом если говорить про этот сервер то мне сказать то нечего если меня спросить скажи а где самый самый нудный сервер то я наверное скажу это райс более нудного долгого тягучего и не интересного сервера я наверное и не вспомню опять выскочила иконка то что я хочу жрать блин как же мне это надоело ты здесь только жрешь только жрешь и ищешь где магазин со жратвой жуткая тема жуткая не знаю это ли причина или скукота на мой взгляд конечно же скукота здесь действительно просто неимоверно скучные рабочие занятия неимоверно тугомотные но это я надеюсь вам показал больше друзья мои мне здесь показать вам нечего если кто-то не верит моему обзору хочет сам убедиться по урога ради зайдите поиграйте может быть вам это и понравится для любителей хардкора для любителей доната здесь раздолье так что заходите играйте и получайте удовольствие у меня на этом все всего вам доброго а